Книга Мертвых Различные копии Книги Мертвых могут содержать от нескольких до двухсот глав различного объема, начиная от длинных поэтических гимнов и оканчивая однострочными магическими формулами. Название Книги Мертвых дано егитологам Карлом Лепсиусом. Одни из лучших образцов Книги Мертвых, написанных на свитках папируса, относятся ко времени рассета культуры при Восьмой династии. Наибольшее число папирусов с текстами из Книги Мертвых было найдено в захоронениях города Фивы, фиванских гробницах жрецов и членов их семей. Эти папирусы богато украшены рисунками со сценами погребения, совершения заупокойного ритуала, посмертного суда, а также другие, связанные заупокойным кутом и представлениями о загробной жизни. В эпоху Древнего Царства существовало обычае чтения вслух заклинаний для умершего фараона, что должно было обеспечить ему загробную жизнь. Ко времени Среднего Царства собрание заупокойных заклинаний записывалось уже на поверхности саркофагов и стали доступны каждому, кто мог себе это позволить. В Новом Царстве позднее записывали на папирусных свитках, а иногда и на кожу. Эти свитки получили название Книги Мертвых, несмотря на то, что они сильно различаются по содержанию и расположению тех. Вот небольшие выдержки из этой книги Мертвых. Слава тебе, Бог Великий, Владыка Обоюдной Правды! Я пришел к тебе, Господин мой! Ты привел меня, чтобы созерцать твою красоту! Я знаю тебя, я знаю имя твое, я знаю имена 42 богов, находящихся с тобой в чертоге Обоюдной Правды, которые живут, подстерегая злых и питаясь кровью в день отчета перед лицом благого. Вот я и пришел к тебе, Владыка Правды! Я принес правду и отогнал ложь! Я не творил несправедливого относительного людей, я не делал зла, не делал того, что для богов мерзность. Я не убивал, не уменьшал хлебов, храмов, не убавлял пищи богов, не исторгал из упокойных даров упокойников. Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры длины, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов. Я чист, я чист, я чист, я чист! По своей сути книга Мертвых является религиозным сборником, поэтому имеющий в ней элементы нравственности переплетается с древней магией. Древние тексты традиционно сохранились до позднего времени, причем их содержание часто становилось непонятным и даже требовало объяснения. Ну вот так вкратце данные из Википедии о книге Мертвых. Конечно, это не полное объяснение этой книги. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok